Ну что ты, говорит, как корова на льду? Дорогие друзья, здравствуйте! Сейчас я обращаюсь к Зеленску. Владимир Зеленский, вы мне сегодня напоминаете корову на льду. Если бы еще взяли, надели ей седло и вас посадили, было бы, наверное, еще лучше. Что вы делаете страной? Вы же обещали, что вы будете бороться за мир. Что ни один снаряд больше не упадет в сторону Донбасса. Что вы готовы пожертвовать своим имиджем, своим рейтингом и даже президентским креслом. Я вам хочу сказать, что страна Украина, это не 95-й квартал. Вы позорите страну. Мне, конечно же, жаль. Но у вас еще шанс есть войти и сторону, которая может остановить войну. Теперь я вам хочу сказать, Владимир Зеленский, у нас уже два кровавых президента было. Один исполняющий, незаконный президент, Турчинов, кровавый пастор под прозвищем. Другой шоколадный президент Порошенко, кровавый, только незаконный. Вы можете в историю войти как третий президент, только клоун кровавый. К сожалению, это, конечно же, печально для Украины, если это так произойдет. Я вам хочу сказать, вы можете остановить войну очень быстро. Когда вы станете государственным мужем и сразу примете решение прекратить обстрел, нужен указ. Второе. Необходимо разблокировать все социальные сети, чтобы люди между собой общались. Третье. Указ президента освободить всех полицзаключенных, которые находятся в тюрьмах. Четвертое. Пойти на переговоры с Донбассом напрямую, а также начать общаться с своим крупным соседом и братским государством, как Россия. Пятое. Жестко осадить всех этих негодяев, как типа Ярыш и всякая подобная нечисть, которая поволазила с хронов, так называемого УПА. Только тогда настанет мир и тогда вы сдержите свое слово. И народ вас действительно будет любить. А сейчас вы не в ту сторону идете. Смотрите, чтоб не вошли в историю, как те предыдущие гаденыши, которые за пять лет просто уничтожали и доразрывали страну. Ихние результаты видны налицо. Крым потеряли, Луганск потеряли, Донецк потеряли. У вас еще шанс есть исправиться. Задумайтесь над тем, что я вам сказал без руки, без ноги. Задумайтесь. Задумайтесь.